Здравствуйте, уважаемые друзья! В эфире программа «Тема дня», ведущая в студии Ирина Чекунова. Сегодня мы завершаем цикл программ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Мой собеседник, временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД УМВД России по Тверской области, полковник полиции Борис Евгеньевич Царицын. Здравствуйте, Борис Евгеньевич! Здравствуйте! Пришла пора подвести итоги 11 месяцев года. Как сработала госавтоинспекция Тверской области? С какими показателями подошли к финишу такого сложного 2020-го? Прежде чем озвучить статистику по итогам 11 месяцев текущего года, хочу поздравить всех радиослушателей с большим праздником. Это день освобождения города Калинина от немецко-фашистских захватчиков. Да, 79-я годовщина в 2020 году, великий праздник. Низкий поклон ветеранам, вечная память тем, кто погиб за освобождение нашего славного города. И всем, конечно же, здоровья сейчас. Да, да. Самое лучшее пожелание. И мира, и мира, мирного неба над головой. Теперь о нашей работе. Потому что дорога забирает очень много человеческих жизней, многие становятся инвалидами. И здесь, как на войне, здесь надо быть предельно внимательными и знать основные правила, знать, как себя обезопасить. Увы, вы абсолютно правы, на дорогах действительно у нас каждый день, как сводка военной статистики. По итогам 11 месяцев текущего года на территории региона зарегистрировано 1684 дорожно-транспортных происшествия, в которых 178 человек погибли, и 2068 человек получили травмы различной степени тяжести. Ну, в общем, мы имеем снижение числа ДТП и пострадавших в результате дорожных аварий. Но, к сожалению, отмечается почти на 10% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост числа погибших в результате ДТП. Вот я как раз хотела спросить относительно статистики прошлых лет. То есть тяжесть увеличилась, получается, да? Увы, тяжесть увеличилась, потому что напрямую зависит от числа погибших и раненых. Борис Евгеньевич, какие основные причины сейчас мы можем назвать аварии на дорогах региона? Что в основном происходит? Ну, очень высокую смертность нам дают наезды на пешеходов, совершенные причем по вине самих пешеходов. То есть сами пешеходы проявляют неосторожность в результате наездов, совершенных на них гибнут. Особенно можно отметить высокую тяжесть последствий наездов на пешеходов, которые происходят в темное время суток на дорогах регионального значения и в малых населенных пунктах. Пешеходы в тех местах, в сельской местности, игнорируют использование светоотражающих элементов на одежде. Вот. Ну, в результате происходят вот такие вот случаи. Поэтому сегодня мы еще раз напоминаем основное правило. Вот на этих федеральных дорогах, если ты появляешься на дороге, пожалуйста, потратьте какое-то количество рублей и купите себе светоотражающие. Конечно, вне населенных пунктов правила у вас обязаны иметь светоотражающую. И светоотражающие элементы при движении по дорогам в темное время суток вне населенных пунктов. Тем более, что правила обязывают. Это обязанность. Да. А вторая проблематика, которая по этому году отчетливо видна, это пьяная аварийность. Мы наблюдаем увеличение числа ДТП с участием нетрезвых водителей. Вот. Ну и, соответственно, увеличение числа погибших в результате данных ДТП. Несмотря на то, что, в принципе, в этом году мы выявили гораздо больше, пресекли фактов управления водителями, управляющими транспортными средствами, с признаками опьянения. Из них, вот, пресекли мы 5094 за 11 месяцев факта управления такого, а из них 606 фактов, связанные с управлением транспортным средством, лицами, которые уже привлекались к административной ответственности и совершили административное правонарушение повторно в течение года. Это уже уголовное наказуемое деяние, предусмотренное статьей 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. Вот в цикле наших программ мы неоднократно говорили и предупреждали относительно ответственности, относительно того, что пьяные за рулём – это сродни убийцы. И здесь, конечно, важны профилактические рейды, контроль трезвости. Как они будут проводиться, давайте ещё раз напомним, в новогодние праздники. Давайте я, наверное, скажу так, что только силами госавтоинспекции пьяную аварийность её не искоренить. У всех пьяных водителей есть близкие, родные. Ну, зачастую с их молчаливого согласия, молчаливого попустительства они берут ключи от автомобиля и в нетрезвом состоянии садятся за руль. В первую очередь, это задача общества. Для того, чтобы каждый понимал о том, что пьяного водителя за руль пускать нельзя. Ну, заберите ключи у своих родных, близких, сохраните ему жизнь, сохраните чью-то жизнь, которую он может покалечить там или унести вот такими своими необдуманными действиями. Потом человек проспится и уже будет совсем по-другому смотреть на жизнь. Это же разные люди. Абсолютно правильно, абсолютно правильно. Ну и второй момент, это, конечно, само гражданское общество должно информировать госавтоинспекцию о том, что вот там-то, там-то автомобилем управляет нетрезвый водитель. И, к счастью, граждане начинают понимать о том, что госавтоинспекция реагирует на их звонки и проверяет автомобили, которые они говорят, останавливают, выявляют факты управления в нетрезвом состоянии. Спасибо гражданам, вот таким, с активной гражданской позицией. Что касается рейдов, то, естественно, будут проводиться они на основе данных анализов, где наиболее часто выявляются факты управления транспортными средствами в нетрезвом состоянии. Будут проводиться рейды как и по массовой проверке водителей транспортных средств. Так называемые сплошные проверки. Да, абсолютно правильно, сплошные проверки. Так и рейдовые мероприятия, направленные на отработку региональных дорог и мест вот именно таких вот, где наиболее часто выявляются водители, управляющие транспортными средствами в состоянии опьянения. Вот вы совершенно правильно отметили роль общественности, роль жителей региона, потому что часто очень приходится слышать, вот если бы поставили на этот перекрёсток инспектора ДПС, а если бы поставили вот на эту улицу инспектора ДПС, вот тогда бы аварии не было, тогда бы и пьяные не ездили, всё было бы хорошо. Это же какой личный состав необходим, по мнению людей, чтобы на каждый перекрёсток выставить посотрудника ДПС. Вы такими силами не располагаете. Увы, силы и средства госавтоинспекции, они не безграничны, учитывая все кадровые мероприятия, которые были проведены с 2011 года. Ну и надо учитывать о том, что у нас по территории региона проходит более 33 тысяч километров дорог. Из них, ну, боюсь соврать, но думаю, что не сильно, обоносит порядка 800 сотрудников ДПС у нас. Ну, легко понять, сколько километров на одного сотрудника дорожно-патрульной службы улицы дорог приходится. Мы ещё раз обратимся, давайте, к жителям региона относительно, куда звонить. Ведь это касается не только областной столицы, не только пригорода и крупных городов. Это важно и для глубинки. В свои отделения полиции телефон 02 или, напомним, телефон дежурной части ГИБДД? 102, звоните 112, можете позвонить. Вас соединят с территориальным подразделением органов внутренних дел, откуда произведён звонок. Телефон круглосуточной дежурной части дежурной группы. Это уже дежурная группа называется? Да, дежурная группа отдельного специализированного батальона дорожно-патрульной службы 580400, код города 4822. Ещё раз запомните телефоны, запомните, пожалуйста, эти телефоны. Итак, ещё одно несколько буквально напоминаний пешеходам. Перед тем, как выйти на проезжую часть, куда нужно смотреть и в каком случае вы переходите дорогу, и когда это считается безопасным? Безопасным считается переход, когда вы дорогу переходите в установленном месте, если это либо нерегулируемый пешеходный переход, либо пешеходный переход регулируемый. Дорогу можно переходить там, где нет пешеходного перехода, при этом убедившись, что отсутствует приближающийся автомобиль, ну, при этом надо выполнить определённые требования. В принципе, эти требования надо выполнить всегда, даже когда дорогу вы переходите в установленном месте. Убедились в отсутствии приближающегося транспорта, соответственно, посмотрели налево, начали движение. По пешеходному переходу надо еще дополнительно убедиться о том, что вам уступает дорогу. Наличие преимущества не говорит о том, что транспорт может своевременно остановиться. Он может вас попросту не заметить, водитель. Да, он будет неправ, но от этого вам легче совсем не будет. При переходе по нерегулируемому пешеходному переходу через многополосные дороги по одной полосе перешли, и в обязательном порядке посмотрите, нет ли транспортных средств, двигающихся по соседней полосе. Да, водитель обязан остановиться, но, опять же, он может не своевременно среагировать и только после этого продолжать движение. Что касается, вот зимний период наступил, опять же, пешеходам необходимо помнить о том, что в условиях мокрой дороги, в условиях заснеженной дороги остановочный путь, а это путь с момента обнаружения препятствия водителям до полной остановки транспортного средства, он значительно увеличивается. Поэтому, принимая решение о переходе, подумайте, а сможет ли водитель, двигающийся на определенной скорости, а скорость вы можете также определить визуально, быстро он едет, тихо он едет, сможет ли он остановиться в условиях такой скользкой дороги. Будьте предельно внимательны. Ваша безопасность, она в ваших руках в первую очередь. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. В эфире программа «Тема дня» в студии Ирина Чекунова, а в гостях у меня временно исполняющий обязанности начальника управления ГИБДД ОМВД России по Тверской области Борис Царицын. Сегодня мы завершаем цикл программ в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Борис Евгеньевич, что показал первый снегопад в областной столице? Какие выявил проблемы? Мы в цикле наших программ неоднократно говорили о готовности города и всего Тверского региона к приходу зимы. Выпадение осадков у нас в ночь с 14 на 15 число наблюдалось. Даже, наверное, не в ночь, а в течение дня 14 числа. Больше суток у нас шли осадки. В целом снегопад показал, что дорожно-коммунальные службы готовы к работе в зимний период. Есть определенные недостатки, но они будут устраняться в рабочем режиме, будут приниматься меры так, чтобы не повторять этих ошибок впредь. Техники достаточно. Вот мы обсуждали, что техники все-таки хотелось бы, конечно, больше. Проблема с техникой есть. Ну, я вот буквально вчера общался с замглавой города Твери. На этой неделе, вот уже в конце этой недели, будет получено еще 6 новых дорожных автомобилей, комплексных для работы на уличной дорожной сети областного центра. То есть это фактически еще один только снегопад, не дай бог повторится то, что произошло в 2012 году, когда был снежный коллапс, но здесь уже неизвестно, сколько бы техники потребовалось. Да, но думаю, что вот сейчас с учетом этих поступлений, еще этих 6 единиц, думаю, что техники будет достаточно в городе. Имеет ли, по-вашему, смысл сейчас обратиться к водителям автотранспорта, когда идет очистка городских дорог от снега, если это происходит ночью, чтобы освобождали дорогу, не становились препятствиями? Ну, изначально хотелось бы попросить водителей и владельцев автотранспорта не оставлять транспорт на улице города Твери, особенно на ночной период, так как это действительно мешает производству работ по расчистке проезжей части, оставить их на удаление. Второй момент, который бы хотелось тоже отметить, это реагировать на то, если вас просят, что надо убрать машину, все-таки каким-то образом вы оставили автомобиль в месте, где производится почистка, будьте добры, пожалуйста, не сочтите за трудность перегнать автомобиль в другое безопасное место для парковки. Вместе с тем, первый снегопад показал, что водители автотранспорта не в полной мере готовы к изменению метеорологических условий. Стиль вождения еще с летнего на зимний не у всех изменился, поэтому еще раз обращаю внимание, уважаемые водители, строго выполняйте требования пункта 10.1 правил дорожного движения и выбирайте свою скорость движения, исходя из того, как складывается дорожная и метеорологическая обстановка. Стиль вождения должен стать более спокойным, исключите маневры, которых можно избежать в каждом конкретном случае, минимизируйте перестроение на проезжей части, и тогда ждет вас счастье. Хочется в это верить. Теперь несколько слов о том, как вести себя на дорогах детям и подросткам, какие угрозы существуют для этого слоя нашего общества, потому что впереди зимние каникулы. Мы сейчас даже не говорим о взрослых, мы предупредили, что будут контролировать трезвое вождение сотрудники госавтоинспекции. А что, какое обращение к детям и их родителям? Давайте я, наверное, сначала озвучу статистику аварийности по итогу... Вот, к сожалению, может быть, только эти цифры учат. ...детского дорожно-транспортного травматизма, так чтобы все понимали, что проблема-то для региона это актуальны. За 11 месяцев этого года на территории области произошло 174 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых погибло 6 детей, и 190 детей в возрасте до 16 лет получили ранения различной степени тяжести. Основные причины, Борис Евгеньевич? Основные причины – это переход в проезжую часть перед близкоидущим транспортом, ну, в частности, ну, вот, брать последний ДТП. Что я заметил? Что я заметил? Дети переходят в проезжую часть по пешеходным переходам. По пешеходным переходам. Но они не переходят, а перебегают её. И водитель просто не в состоянии отреагировать на движение ребёнка и своевременно остановить транспортные средства. Второй момент, который я также обратил внимание при разборе последних дорожно-транспортных происшествий, дети бегают туда-сюда по этому пешеходному переходу. Просто вот, ну, доходит до противоположной стороны дороги, разворачивается и бежит назад. Вот, в результате попадают неприятные дорожные ситуации. А ещё, как мы сегодня уже говорили, предупреждая о том, как правила обязывают переходить дорогу, никуда по сторонам, естественно, не смотрят. Не смотрят. Ещё у них часто капюшоны, возможно, как и у более людей старшего возраста, наушники. И ещё кому-то там кричит, он смотрит, и его не интересует, что это дорога. Да, да, да. Забывает про то, что это действительно очень опасное место. Дорога – это место повышенной опасности. Значит, кто же должен всё-таки в первую очередь родители должны научить своего ребёнка? Да, в первую очередь необходимо обратить внимание всех граждан, всех жителей Тверской области, гостей региона, о том, что чужих детей не бывает. Ну, я понимаю, вы проходите мимо, видите, что ребёнок находится в потенциально опасной ситуации, играет рядом с дорогой, выбегает на проезжую часть. Остановитесь, объясните ему, что его действия неправильные, к чему они могут привести. Вот. А ведь в такой же ситуации может оказаться где-то и ваш ребёнок, а вот так вот, ну, какой-то гражданин возьмёт и пройдёт мимо. Результат – трагедия. Чужих детей нет. Также мы обращаем внимание на правила перевозки детей, где часто тоже страдают дети. Это львиная доля детей, пострадавших в результате ДТП. Львиная доля, к сожалению, детей, которые получают травмы, находясь в пассажировах. Естественно, что ответственность в полной мере лежит на тех, кто управляет транспортным средством, кто перевозит ребёнка. К счастью, уменьшилось количество пострадавших детей. Ну, в части того, что перевозились специальных детских удерживающих устройств, вернее, оно не то, что уменьшилось, оно, будем так говорить, значительно сгладило тяжесть последствий этих дорожно-транспортных происшествий. Поэтому дети получают такие травмы, несерьёзные, не связанные с угрозой для жизни. Перевозить, естественно, надо детей с использованием специальных детских удерживающих устройств до 7 лет. Только с использованием специальных детских удерживающих устройств, отвечающих весу и роста ребёнка, после 7 лет можно использовать специальные приспособления, которые позволяют пристегнуть ребёнка штатным ремнём безопасности в автомашине. На переднем сидении ребёнка следует перевозить в специальном детском удерживающем устройстве до 12 лет. По-другому проезд на переднем сидении ребёнка запрещён правилами дорожного движения. Запрещён. И мы говорим, что это не прихоть ГАИ. Это всё, как каждое, любое правило, оно написано кровью. От этого зависит... Это документ, который отвечает Женевской конвенции правила дорожного движения. Ничего там нового мы не придумываем для своего региона. Что есть в Женевской конвенции, это опыт, который накопился в процессе исследования обстановки с обеспечением безопасности дорожного движения на территории целого ряда европейских государств. И вот, что касается, опять же, перевозки ребёнка на переднем сидении, я бы всё-таки подумал, в первую очередь, стоит ли его туда сажать, потому что, ну, не дай бог что-то случится, не дай бог столкновения, либо ещё какая-то ситуация неординарная в процессе дорожного движения, первым примут на себя удар именно передние пассажиры. Поэтому перевозите детей лучше на задних сиденьях. Зимние каникулы – это всегда масса свободного времени. Дети выходят на улицы, гуляют в парках, во дворах часто. Здесь тоже нужно быть предельно внимательными, да, чтобы не выбегать и на проезжую часть. И здесь, наверное, вам большую помощь в профилактике вот такого детского травматизма оказывают те же юные инспекторы, да, госавтоинспекторы? Юные инспекторы и волонтёры, которые у нас существенно нам помогают в рамках реализации федерального проекта «Хищные дороги». И юные инспекторы дорожного движения оказывают нам помощь, то есть разъясняют об опасности поведения своим же сверстникам, либо даже детям, которые постарше их значительно. Но, опять же, только силами профилактики, ну, нельзя этого всего исключить. То есть родители, прежде всего, перед началом зимних каникул, то есть понимая, что у ребёнка будет масса свободного времени, должны всё-таки с ним провести беседу, понять, насколько он знает основы безопасного поведения на дорогах и улицах. Ну и больше интересоваться, где гуляет, где играет ребёнок, где он ходит, маршруты движения его, разъяснять, как переходить дорогу там, ну, в таком-то или таком-то месте, то есть учитывая маршрут. Вот. Не зная этого, мы не сможем уберечь детей от тех ситуаций, которые могут возникнуть на дороге. В преддверии новогодних праздников и в сами первые праздничные январские дни к нам в регион приедет большое количество гостей. Ну, несмотря на пандемию, придерживаясь установленных правил, как узнать жителям соседних регионов, где у нас в Тверском регионе установлены камеры фото-видеофиксации, где быть предельно осторожным. И несколько слов вот об этом направлении деятельности госавтоинспекции. Скажу, что у нас пока на момент окончания 11 месяцев текущего года на дорогах региона установлены 99 комплексов автоматизированной фиксации, в городе Твери 32, на дорогах федерального значения 26 и на региональных дорогах 41 комплекс. Информация о местах установки комплекса, она открытая. Можно посмотреть на сайте госавтоинспекции, войдя в соответствующий раздел. Все там написано. Фото-видеофиксация Тверская область выбрать. И карта интерактивная с местами установки камер будет перед вами. Мы уже говорили о том, что это не окончательная цифра, да, что камер будет становиться больше, что большее количество региона будет охвачено. Ну, в ближайшее время на дорогах региона будет установлено еще 18 комплексов автоматизированной фото-видеофиксации. Это дороги регионального значения. Мы также говорили неоднократно в наших программах относительно установки так называемых умных новых светофорных комплексов. Ремонтируются дороги. Сейчас, может быть, по зиме это так не видно. Ставятся ограждения, ставятся знаки, лежачие полицейские. Насколько, по-вашему, сейчас город готов к разговору о безопасном движении, прежде всего, я имею в виду областную столицу. Вопрос по умным светофорам, по, так сказать, интеллектуальным системам организации дорожного движения, он рассматривается, осматривался и в этом году. Но, к сожалению, опять же, в связи с пандемией не нашлось финансирования. Но он вопрос актуальный. И я думаю, что в ближайшее время этот проект будет реализован. У нас будут установлены в городе такие вот светофорные объекты. Они реально помогают, Борис Евгеньевич, вот по-вашему, обезопасить участников, прежде всего, возможно, пешеходов. Ну, в большей степени, наверное, эти системы не позволяют обезопасить, а, наверное, смогут организовать, упорядочить движение в областном центре без создания заторовых ситуаций. Наверное, в большей степени для этого они нужны. Безопасность они, соблюдая требования правил, обеспечат и эти светофоры. Ну, не современные, а те, которые сейчас стоят. А эти светофоры в большей степени рассчитаны на то, чтобы разгрузить уличнодорожную сеть областного центра. Что, по-вашему, в конце года принято строить какие-то планы? По-вашему, необходимо еще Тверскому региону для того, чтобы движение и ходьба пешеходов, вообще движение как на колесах, так и своими ногами стало безопасным? Что необходимо сделать и что уже удалось? Ну, в первую очередь, это пропагандистские мероприятия необходимо проводить с данной категорией участников дорожного движения, чтобы они понимали, что от их поведения, в первую очередь, зависит их безопасность. Ну, а второе, это инженерные мероприятия, это установка пешеходных направляющих ограждений в потенциально опасных местах. Это установка вызывных светофоров в местах, там, где осуществляется постоянный переход в проезжей части, то есть большой трафик движения пешеходов по нерегулированным пешеходам. Все это в ближайшей перспективе будет выполняться, и в этом году очень много сделано. В принципе, жители города могли видеть, что в светофорах очень много новых появилось у нас в областном центре. И еще несколько слов давайте напомним нашим радиослушателям, куда обращаться, куда звонить, где искать информацию, какой существует информационный ресурс у Госавтоинспекции Тверской области. Ну, есть официальный сайт Госавтоинспекции МВД России, на котором собраны все данные по регионам Российской Федерации. Под сайт есть страничка Тверской области. Зайдя туда, можно посмотреть данные контактные о всех руководителях, о номерах телефонов, куда можно позвонить. Что касается фото-видеофиксации, то телефон центра фото-видеофиксации, который постоянно работает, 5879-00, перерыв на обед с 13 до 14, выходной день суббота-воскресенье. Можно звонить, если есть какие-то вопросы, вам дадут квалифицированный ответ сотрудники центра. 5879-00, код города Твери 4822. Ну и традиционное пожелание всем участникам дорожного движения в преддверии новогодних праздников и Нового года. Хочется поздравить всех с наступающим новым 2021 годом. 2020 год был очень тяжелый, для всех был очень тяжелый год, действительно оказался лесокосный. Хочется пожелать всем удачи и здоровья в Новом году. Ну а новогодние праздники, так чтобы не испортить настроение новогоднее себе и другим, будьте любезны, пожалуйста, не пренебрегайте требованиям правил дорожного движения, соблюдайте те установленные нормы, которые предписаны данным документом. Я надеюсь, что ваши пожелания будут полезны жителям Тверского региона. Напомню, что сегодня у нас была завершающая программа, цикла в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Мы беседовали с временно исполняющим обязанности начальника управления ГИБДД УМВД России по Тверской области Борисом Евгеньевичем Царицыным. Спасибо огромное. Здоровья вам, самое главное. Спасибо. С наступающим праздником вас. И пусть жители Тверского региона соблюдают правила дорожного движения. Всего доброго. С наступающим. До свидания. Продолжение следует.